здравствуйте друзья с вами как всегда я александр и сегодня мы будем разбирать и осматривать изнутри смартфон redmi note 7 для всех кто постоянно задают вопросы зачем я разбираю смартфон еще раз поясняю скоро эти смартфоны поступят в продажу в глобальной версии и соответственно рано или поздно возникнет необходимость их ремонта замены динамиков экрана и т.д. ну и собственно для того чтобы знать как устроен аппарат как его разбирать я и произвожу разбор аппаратов не тренироваться же на клиентских смартфонах ну заодно и показываю вам так я его закатал немножко в пленочку не пугайтесь для того чтобы случайно не поцарапать sim-карты лоток я уже вынул теперь выключаем смартфон ну и как вы знаете крышка теперь стеклянная поэтому ее надо нагревать поскольку она приклеена греем на сепараторе пока аппарат нагревается хочу обратить ваше внимание что у лотка sim-карт вот здесь вот имеется резиновый уплотнитель видите но это конечно не спасает аппарат от полного погружения в воду скорее это защита от брызг так и у нас прошло примерно три минуты под 85 градусами нагрев осложняется тем на сепараторе что вот здесь вот выбирает камера и положить смартфон абсолютно плоско на него не поставляется возможным добавляем некоторое количество растворителя я использую универсальный обезжириватель можно также воспользоваться изопропиловым спиртом ну и что тут у нас как это все будет разбираться наверно нужна присоска чтобы немножко приподнять крышку начнем пожалуй снизу заводим инструмент ни в коем случае не торопясь начинаем продвигаться вон вот такое на неверное движение может быть трещина так вот здесь я не грел совсем поэтому придется погреть там наверное фена в конце так отклеивается пока в общем то нормально что-нибудь потоньше медиатор завести пленки подкидываем аккуратненько проходим так здесь вот я почти нагрел не грел справится ли тут только растворитель хороший кстати скотч без нагрева где отходит он с трудом не нравится мне этот уголок погреб его пожалуй немного феном так погрели чуть-чуть еще давайте добавим немножко растворителя да это конечно не те крышки которые были раньше металлические снимавшиеся снимающиеся на раз так откинули теперь нам нужно отвинтить винтики для того чтобы освободить заглушку раз заглушку два здесь аккумулятор это общая а и вот эту общую штуку снять чтобы скайна включить сначала отвинчиваем аккумулятор так открутили три винтика которые держат заглушку снимаем сразу отключаем аккумулятор ну и теперь спокойно отвинчиваем оставшиеся винты последний винтик открутили теперь будем снимать вот эту самую заглушку поддеваем и заглушка с шлейфа это наверное наш шлейф экрана она тоже у нас снялась отключаем сразу шлейф экрана шлейф с нижней платы так ну и конечно же шлейф сканер отпечатка смотрите у меня выскочил динамик из посадочного места пока я так вынимал видимо я так хорошо нагрел что динамик тоже разогрелся так сразу давайте вот эту заглушку посмотрим здесь у нас точно такая же компоновочка как и была по моему на пока фоне то есть контакты динамика смотрят в эту сторону здесь у нас лежал таким образом а здесь у нас платка переходная контакты динамика сюда выводятся и потом уходят рядышком вот сюда вот интересно так здесь рассеиватель крышка задняя теперь можем ее посмотреть ну собственно тут ничего нету кроме сканера отпечатка пальца и рассеивающих графитовых наклеек они призваны равномерно распределять тепло так крышечку в сторону верхняя плата по моему больше ни на чем не держится ну и давайте попробуем ее снять так здесь еще у нас коаксиал мы его потом отцепим вот эти шлейфа здесь кстати по демонтаже немножко я бы сказал мешаются поддеваем со стороны 7 лотка сразу здесь коаксиальный кабель отсоединили опять очень-очень тонкий кабель коаксиальный мне это немножко не импонирует честно скажу у того же Huawei кабель потолще так вот здесь надо было со стороны кнопок немножечко приподнять и в общем то плата у нас освобождается так смотрим что здесь осталось динамик разговорный переходничок для микрофона вот он собственно здесь находится ну и в общем то все здесь рассеиватель такая передатчика сразу смотрите как выполнено шасси вот это вот металл и вот здесь уже пошел пластик здесь вот металл то есть рамка пластиковая и вживлена по периметру ну так достаточно хорошо потому что вот здесь вот даже обрамление видите частично металлы только внешняя часть рамки у нас пластиковая так кнопки на разъеме вот они ну и в общем то все мы видим следы термопасты вот она здесь на стороне так снимаем нижнюю плату все винты отвинчены и снимаем заглушку в которой находится динамик а и вибро еще в этот раз смотрите что здесь у нас значит динамик уплотнитель кстати есть вокруг USB Type-C это вывод антенны GSM 2G 3G это выводы Vibro это очевидно контакт и динамик как раз Vibro вот здесь вот находится так ну и нижняя плата да как я и сказал вот этот вот экран от шлейф нижняя плата можно сразу отсоединить шлейфет чтобы он не мешался винтик вижу один отвинтили снимаем плату уплата наверное как обычно на двухстороннем скотче подклеенном кстати видим вот здесь вот марку водяную сразу давайте немножко растворителя чтобы скотч разошелся таким вот образом вот на скотч на такой металлизированный подклеен здесь тоже смотрите есть уплотнитель вот она нижняя плата на коаксиальном кабеле сверху USB Type-C разъем контакты антенны контакты динамика разъем с верхней платы и на обратной стороне вот у нас микрофон кремниевый мэм с поверхностного монтажа все в общем то почти тут ничего нет батарея напряжение лимит 4,4 вольта 3,900 мАч минимальное 4000 соответственно типичное снимается батарея напоминаю вот здесь вот есть два язычка которые вы вытягиваете на себя я конечно этого делать сейчас не буду раз язычок вот два язычок их тянете и батарея собственно освобождается выпадает к вам на руку плата сейчас мы скинем все что можно отсюда съемные экраны я имею ввиду модули камеры возможно и перейдем под микроскоп получилось снять с двух сторон экран вот первый это с процессорной части видите здесь термопрокладки для процессора и микросхемы питания собственно вот она вот процесс и на обратной стороне вторую заглушку удалось снять здесь у нас радио часть также сразу покажу вам камеры вот модуль фронтальный вот модуль основной он прикрыт еще дополнительно ну естественно защитой потому что теперь у нас не в крышке защитное стекло располагается и заклеен на скотч так выглядит с обратной стороны все это делаем ну и давайте под микроскоп и так друзья начнем со стороны которая обращена к нам после снятия задней крышки ну и как всегда с верхнего правого угла так здесь у нас находится трех с половиной миллиметровый разъем обратите внимание здесь присутствует резинка уплотнительная что она все таки намекает на защиту от брызг хотя бы ни в коем случае не от полного погружения далее опускаемся вниз и видим здесь микросхему sdr660 это так называемый power ic или основной контроллер питания всей платы всего смартфона опускаемся ниже здесь у нас микросхема rf5212a это усилитель радиосигнала так два разъема это разъем с нижней платы это разъем питания батареи здесь находится коаксиальный разъемчик слева от разъема 3,5 миллиметра находится микрофон второй с поверхностного монтажа также здесь расположилась водяная марка которая краснеет при попадании воды вот эти два разъема это разъем фронтальной это разъем сканера отпечатка и вот здесь контакты динамика как раз я вам показывал переходник так опускаемся вниз два светодиода вспышки и чуть ниже разъем экрана вот собственно маркировка платы видим что LTE 4x64 именно другая сторона также также верхний правый угол и обратите внимание здесь у нас выводы антенн да теперь у нас антенны выведены несколько по-другому я вам покажу чуть позже не подписан к сожалению Wi-Fi или LTE это антенка но это точно выводы антенн так датчики освещения приближения это два разъема камер вот у нас разъем вспомогательный разъем основной возможно наоборот опускаемся ниже и видим здесь микросхему Qualcomm PML660L это питание непосредственно процессора и памяти видите силовые элементы вокруг расположены микросхемки сбоку находятся контакты кнопок ну и самое интересное то что было под крышкой Qualcomm SDM660 это непосредственно SOC или однокристальная система ну и рядышком расположился модуль памяти Samsung двигаемся дальше уплотнитель микрофона это очевидно да также разъем с половиной с другой стороны вид тоже здесь присутствует как видите ИК передатчик для управления техникой здесь вот выводы вот это наверное Wi-Fi и вот этот Wi-Fi GPS позже я вам покажу где расположены антенны симулоток комбинированный тандартный ну и в общем то все теперь касательно антенн я вам обещал показать если значит снизу точно так же как и раньше антенна 3G 2G находится вот она керамическим напылением выполнены вот ее контакты то сверху вот на этой части раньше у нас располагались антенны как видим здесь никакой разводки нет а антенны у нас теперь располагаются вот здесь то есть вот основная часть рамы она заканчивается и вот в эту пластиковую часть выживлены вот раз контакт два контакт и четыре с одной стороны как всегда это 4G LTE а с другой стороны Wi-Fi GPS вот так вот друзья такие вот изменения ну и соответственно на плате то что я вам показал тоже так сейчас нанесем свежую термопасту и будем собирать так это что что это а это где так это что это так как это вот Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, завинтили мы все винтики. Отлично. Крышечку накинем, потом я ее все равно проклею как надо. Ставим молоток SIM-карт и включаем смартфон. Ну что, друзья, посмотрели мы, как выглядит изнутри новый Redmi Note 7. В общем-то никаких претензий нет. Все красиво, хорошо. Единственный вопрос, конечно, к этой крышке, к стеклянной. Теперь заменить просто динамик или экранный модуль уже нужно чуть больше сноровки. В общем-то и у многих, наверное, не будет желания самостоятельно снимать эту крышку, потому что все-таки ее можно повредить при этом. Хотя при определенной доле сноровки проблем никаких не составит. Ну что, все у нас работает. Камеры в порядке. Фронталка работает. Все, как говорится, как надо. Ну что, друзья, на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока.